Доброго утра! Всем зрителям канала ВПУТЬ ДОРОГУ В сегодняшний день по плану у меня посещение Карадагской Теснины и водопада Тобот Это минимум Погода в отличие от вчерашнего дня прекрасная Поэтому Теснину посещать буду обязательно По картинкам она мне понравилась очень сильно Погнали по дорогам Дороги здесь внутри гор очень хорошего качества Труднее сюда добраться А здесь перемещаться одно удовольствие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По факту выйдет и быстрее и машину вы не убьете Полотно дорожное более качественное Ну так что вот спрашивайте совет всегда Здесь кругом делают дороги Расширяют что-то там, перестраивают В общем идет капитальное строительство Я целиком и полностью поддерживаю Вложение денег в эти инфраструктурные проекты Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну я поставил прям вот Прямо у входа Самое начало маршрута Вход в Карадакскую теснину Расположен рядом с плотиной Ее построили в 1930 году И она очень сильно изменила Это место Путь по которому мы пойдем Здесь тоже был провал Который сейчас занесен породами который принес этот смешной ручеек. Перед посещением этой уникальной достопримечательности необходимо изучить прогноз погоды, так как во время дождей этот ручеек может резко подняться и вход или выход из ущелья могут быть перегорожены. Это то, о чем нас предупреждали все, кому мы озвучивали наше стремление в нее попасть. Говорили, что весна не самое лучшее время для посещения Карадахской теснины, но тем не менее мы здесь. Че говоришь? Меня это не касается, а вон какой шлем. Да нет, когда организована группа с большим количеством, они не догонят трех человек. Ты на что намекаешь? Ну так выпей, в чем же дело? У тебя где-то портвишок был? Какие-то каменные дебри тут. Образовалась эта природная достопримечательность благодаря этой все же речке, квартах, по руслу которой мы передвигаемся. Много лет подряд воды этой речушки медленно, но целенаправленно подтачивали горный хребет, состоящий из известняка, пока в итоге не образовалась узкая, но глубокая щель. Как я сказал? Карадахская теснина расположена неподалеку от села Карадах. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому доехать можно только либо на машине, либо пусть вас привезут сюда в составе организованной группы. Также можно дойти до Карадахской теснины пешком. Пешеходный маршрут ведет от платы Гуниб, куда мы вчера вечером доехали, и называется Царская дорога. Протяженность тропы составляет приблизительно 10 километров. Она использовалась еще в 19 веке, во время войны Кавказской. Таким путем лучше пользоваться только опытным туристам. Много-много раз вам придется пересекать вот маленькую речушку, и обувь должна быть удобная. Не скользить по мокрым скользким камням. Вот она красота! Вот откуда теснину можно назвать тесниной. Внешний вид Карадахской теснины потрясает воображение. Постоянный полумрак из-за высоких стен. Внушительные глыбы камней, висящих прямо над головой. Возникает ощущение, что вы находитесь в пещере. А когда глаза привыкают к полумраку, над головой становится видна узкая полоска голубого неба. Протяженность теснины составляет 400 метров. Высота стен доходит до 200. А средняя ширина, ну, метра три. Отвесные стены теснины гладко отполированы водами реки. На самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты. Кричать здесь не рекомендуется. Видно, что камни шлифовались водой. И смыть вас здесь действительно может. Это, наверное, самое узкое, самое опасное и самое живописное место на всем протяжении маршрута. Дальше уже много солнца. И думаю, маршрут наш скоро закончится. Это предположение. Ну, полезем по досочкам. С утра было прохладно, одел куртку. Сейчас я насквозь. Как мне объяснили бывалые туристы, теснина закончилась. Дальше тропа идет на десятки километров. И этот маршрут для любителей полазить по камням. Я подумаю, стоит ли идти дальше. Ну, сколько примерно еще ты туда прошел, пока я тут бегал? Мы далеко прошли. Мы дошли, там практически равнина. Все уже. Ну, все. Деревья там всякая. Там ручеек вот такой бежит в кустах. Ничего себе не скажешь. Ну, тогда назад. Да, на этом счастье. Все. Все интересно, это вот здесь. Водопады и вот это вот ущелье, где там камушки падали. И они цеплялись в горах. Вот весь интерес. Что немножко страшно, что если вдруг какой-то дурачок кинет, никакая каска там не поможет. Мои наилучшие рекомендации для посещения этой достопримечательности Дагестана. Карадахская теснина. Оно того стоит. Как всегда настаиваю, чтобы все достопримечательности вы начинали посещать с самого утра. Потому что, например, здесь несколько подъемов, две лестницы, плюс узкости. И при большом количестве народа это будут такие конкретные затыки. Будете просто ждать, пока кто-нибудь поднимется, а поднимаются все медленно. Пока все будут спускаться, а спускаются все еще медленнее. Так что с утра, пока никого нет, быстренько. Раз-раз, ну полтора часа на осмотр теснины. Вполне себе время даже с запасом. Спустя непродолжительное время мы добрались до Плата, на котором расположено несколько крупных сел. Среди которых районный центр, Хунзах. Рядом водопад Тобот. То, что мы хотим непременно посетить. Пока! На самом деле, рядом, недалеко друг от друга, расположены два водопада. Тобот – это он. И Итлятляр – это он. Сдувает прям водопад-то. Способов сюда добраться не так уж и много. Общественный транспорт сюда не ходит. Поэтому остается только один вариант – собственный автомобиль. На водопаде несколько смотровых площадок. Хочу посетить их все. Взять разные ракурсы. Водопад Тобот назван в честь реки, на которой образован. Один из высочайших водопадов Северного Кавказа и России в целом. И относится к тем, которые можно увидеть без проблем. Русский исследователь в 1837 году, впервые увидев его, сказал, что вряд ли в мире много других водопадов красивее Тобота. Водопад не всегда имеет мощный поток воды. Лучше всего посещать это место в мае. Нам случайно повезло. Май. Что-то никто из моих друзей не захотел выходить на эту площадку. Выглядит она очень опасно. В это время в горах тает снег, и река Тобот наиболее полноводная. То, что они сделали аттракцион, конечно, страшная вещь. Я не представляю, бедные дети, которые прыгают туда. Аттракцион из разряда «маленький мальчик» в водопады гулял. Аттракцион из разряда «маленький мальчик» в водопадах гулял. Здесь же находится еще одно интересное место – Аронинская крепость. Она представляет собой фортификационное сооружение, которое является памятником федерального значения. Построен форт был в селе Арани по приказу российского императора Александра II в 1867 году для военного гарнизона. Каракуль, иди сюда! Эй, ну стой! Крепость является одним из самых больших и хорошо сохранившихся объектов культурного наследия в Дагестане. Внутри крепости расположены казармы для солдат, лазарет, склады. Все стены строились толщиной в метр из бутового камня на случай осады и обстрела из пушек. Мы просто через эту крепость прошли. Имеются около 600 бойниц, а на каждом углу укрепления башни. Имеются амбразуры для орудий, а на верхних этажах 5 пулеметных гнезд. Последний у нас день сегодня в Дагестане. Завтра рано утром стартуем в сторону Нижнего Новгорода. Ну опять же с ночевкой в Волгограде. Вот мы начали от водопада Тобот. Долго ехали по горным серпантинам через несколько населенных пунктов. Останавливались в каждом кафе. В каждом. В каком-то не было шашлычника. Сегодня суббота. В каком-то меня вообще поразило. Такой дедушка-шашлычник. Сидит весь в мясе. Нанизывает на шампура. Говорит, у меня нет мяса. Я так на него посмотрел. Он говорит, это мой большой заказ. Все, отказался. Куда не зайдем. Здесь шашлыка нет. Здесь шашлыка нет. Возможно это не национальное регистанское блюдо. Но как бы Кавказ и шашлык в моем мозгу тождественны. Было где-то 7 попыток. Кафе открываются в большом количестве, когда большой наплыв туристов летом. А сейчас весной практически 70% закрыты. А которые открыты, ну вот я рассказал вам, как они работают. Как сказал бы Борис Николаевич Ельцин, я устал, я ухожу. Так и я очень устал в этой поездке. Честное слово. Было масса впечатлений. Я ими наелся. Вся моя последующая деятельность, это монтаж и обработка отснятого материала. Подписывайтесь на канал. Жмите лайки и дизлайки. Буду благодарен всем, кто обратит внимание на информацию, поданную мной. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Путешествие по Северному Кавказу завершено. Еще и нет, ты тоже. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха.